В Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания 2024 года для абитуриентов из регионов России и стран мира. Прием документов иностранных граждан, а также на программу магистратуры, стартовал 1 апреля. Основная волна приема документов начинается 20 июня и продлится до 25 июля для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ без вступительных испытаний. Для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, прием документов заканчивается 15 июля включительно. Первый приказ о зачислении стоит ждать уже в конце июля. В первую очередь зачисляются льготники, а основной приказ выйдет 4 августа. Отличие заключается в том, что ребята, поступающие в рамках целевого конкурса, в рамках целевой квоты, теперь механизмы по этому поступлению несколько сменились. Для того, чтобы быть зачисленными по целевой квоте и по целевому конкурсу, требуется воспользоваться сервисом портала «Работа в России» и посмотреть заявки от работодателей, которые размещены в целом, для того, чтобы выбрать именно работодателя. А целевое обучение – это именно про работу, а не про поступление. Бывает так, что в рамках конкурса на одно место претендуют два абитуриента с одинаковым количеством баллов. В таком случае приемная комиссия поэтапно разбирает каждый подобный случай. В первую очередь предпочтение отдают студентам, чей общий результат выше без дополнительных баллов, то есть условных очков за индивидуальные достижения. В случае одинакового результата рассматривается балл за профильный предмет по данному направлению, и на следующем этапе повлиять могут показатели аттестата. Также в Казанском федеральном университете вот уже второй год для поступающих иностранных граждан одним из вступительных испытаний является русский как иностранный. После зачисления для них проводится небольшой тест, по которому определяется уровень владения языком и назначается необходимое количество часов русского. Подача заявлений от абитуриентов, она ежегодно растет. Это связано с тем, что доступность подачи заявлений, она значительно выросла относительно прошлых лет. Этому способствует, как и портал «Поступи в ВУЗ онлайн», суперсервис поступления через портал «Госуслуг». Этому способствует и модернизация наших механизмов внутренних университетских по улучшению кабинета личного по поступлению. Ну и в целом открытость образования, она шагает вперед, вся информация витает в воздухе. Достаточно протянуть руку, и любой ВУЗ протянет руку навстречу и проведет через замечательный мер приема и высшего образования. Чебет-триентом действует сайт приемной комиссии Казанского университета, где можно найти ответы на многие важные вопросы. Проходные баллы прошлых лет, количество мест по любому направлению, список необходимых документов. За дополнительной информацией вы можете обратиться по телефону 234-92-75. Главное помнить, что не бывает глупых вопросов, ведь поступление в ВУЗ – опыт, который редко можно повторить. Татьяна Еремина, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости.